ТЕБЕ СТРАШНО, МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА Я не верю. Хорошее начало. Кажется, ты не глупая. Возможно. И несмотря на это, ты веришь своему отцу. Это забавно. Почему это? Потому что ему нельзя верить. Он может быть очень жестоким. Таким жестоким, что ты даже представить себе не можешь. Как вы прочитали нашу переписку? Я не читал. Но я знаю твоего отца. И я знаю его давно. Хватит прятаться, Лина. Давай познакомимся. Ни за что. Я не трону тебя. Ага, конечно. А что еще важнее, вернее, это самое важное, что я никогда тебя не обману, Лина. Если вдруг ты заметишь, что я лгу, я буду должен тебе желание. Ты сможешь просить что угодно. Как в сказке. Скорее, как в ночном кошмаре. И тем не менее. Этого не может быть. Знаю. Но это правда. Думаете, я вам поверю? У тебя нет причин не верить мне. Идите к черту. Я был у него много раз. Знаешь, настоящий ад в мире людей. Чего вы хотите? Кто сказал, что я чего-то хочу? Мой папа. Он сказал, что вы здесь, чтобы забрать меня. Я здесь, чтобы поиграть. Ты любишь загадки? Нет. Очень жаль, потому что я знаю одну загадку. И если ты разгадаешь ее, я отвечу на один твой вопрос. Оставьте ее для полиции, они уже едут. Как скажешь. Слушай загадку. Мужчине звонят на работу. И говорят, что его жену убили. Полицейский просит его приехать и опознать тело. Человек садится в машину и едет на место преступления, где его арестовывают за убийство. Почему? Это легко. Он мог знать, где она погибла, только в одном случае. Если он сам ее убил. Очень хорошо. Надеюсь, ты такая же умная, как и твой отец. Что это значит? Это твой вопрос? Нет. Тогда спрашивай. Нет. Почему? Я приберегу его. Так нельзя. Вы этого не говорили раньше. Или вы уже начали врать? Ха. Ты и правда умная девочка. Достаточно умная, чтобы сбежать от вас. Сомневаюсь. Я знаю, где ты. Тогда идите и заберите меня. Кто сказал, что ты мне нужна? Я уже говорила, папа сказал. Кстати, он хороший человек. Он был хорошим человеком. Много лет назад. До того, как он предал близких людей, чтобы разбогатеть. И теперь он один из недостойнейших людей. Нет, он все еще хороший. Ты видишь только то, что хочешь видеть. Как и все люди. А вы не человек? Я страж. И поэтому вы стоите возле домов и смотрите на детей в окна? Да. Вы гад? Да. Вы чудовище. И снова в точку. Я вам не верю. У тебя нет выбора. В мире полно чудовищ. Духов, привидений и ведьм. Стражей, похитителей и убийц. Действительно. Вы хотите выглядеть как персонаж из фильма ужасов. Но на самом деле вы больше похожи на психопата, которому нравятся маленькие дети. Они довольно вкусные. Особенно маленькие. Вы сумасшедший. Весь мир сумасшедший. Общество разрушается. Богатые порабощают бедных. Родители больше заботятся о своем статусе в обществе и банковских счетах, чем о собственных детях. Мир катится к чертям. И за это всегда платят дети. Это жестоко. Да. Но именно в это время приходим мы. И приводим все в порядок. Мы? Мы воплощение ночных кошмаров. И легенд. Когда люди начинают сходить с пути, мы вмешиваемся. Каким образом? Уже тысячи раз за историю человечества мы приходили из самых мрачных уголков Земли, чтобы сделать мир лучше. Вы думаете, что похищение маленьких детей сделает мир лучше? Я это знаю. Так мы восстанавливаем порядок в мире. Мы приводим людей в ужас, отбирая у них самое дорогое. И они становятся лучше. Самое дорогое – это их дети? Нет. Это миф. О том, что они могут все контролировать. Слепая уверенность в том, что не будет никаких последствий. Что не существует чудовищ, которые прячутся прямо в их домах, в их собственных квартирах. Но их действительно не существует. В самом деле? Тогда как ты думаешь, откуда взялись все ужасные истории и страшные сказки? Из людских фантазий. У тебя совсем нет фантазии. Именно поэтому ты спряталась в том же месте. Где ты всегда прячешься. В самом дальнем углу. Темной кладовке. За фортепьяно. Под старым пыльным одеялом. Вы ошибаетесь. Мы что, будем врать друг другу? Потому что всего пару минут назад я проходил мимо тебя. И слышал, как билось твое сердце, Лина. Господи, да кто же вы? Я уже тебе говорил. Я темное существо, которое таится во мраке. Которое заглядывает в окна детей. Я – это шаги в темной комнате. В момент, когда ты думаешь, что дома никого нет. Я – предвестник. Наступающей эпохи тьмы. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Разгадай еще одну загадку, и я это сделаю. Я вам не верю. У тебя нет выбора. Я могу зайти в кладовку и вырвать тебе глотку прямо сейчас. Или ты можешь разгадать мою загадку. Хорошо. Что это за загадка? Где полиция? Что? Твой любящий папочка сказал, что позвонил в полицию 20 минут назад. Итак, где полиция? Это не загадка. Но это странно, правда? Да, странно. Но у меня нет ответа. Тогда я иду за тобой. Отлично. С чего это отлично? Потому что у меня тоже есть загадка для вас. Как забавно. Вперед. Вы уже близко? Я так близко, что могу дотянуться до тебя рукой. Тогда почему вы теперь не слышите, как бьется мое сердце? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...